добрый день дорогие друзья уважаемые коллеги очень радостно вас всех приветствовать сегодня очередном мероприятии российского общества онкоурологов мы сегодня с вами поговорим очень интересную тему тема наша осветит возможности экспериментальные пока еще которые не определены клиническими рекомендациями возможности метастаз направленной терапии и сегодня вот со мной и замечательные коллеги специалисты и васильна гуменецкая доктор медицинских наук заведующий отделением радиологии наше филиал в городе обминск это Александр Бирюков кандидат медицинских наук ведущий научный сотрудник отделения онкологии того же маранцея немецыба и васильная это Александрович добрый день и конечно же наш дорогой друг и коллега агер унивостапович это заведующий отделением онкологии терловского онкологического диспансера в городе екатеринбург который нам также я думаю с удовольствием представить свои данные о возможностях данного метода унивостапович добрый вечер коллеги ну что ж дорогие друзья я думаю что нам надо начинать нашу активность наше мероприятие и я с удовольствием передам первое слово Юлию Васильевне которая нам расскажет в принципе о теории я думаю метастазно-правильной терапии при проведении лучевого лечения и поделиться своим опытом Юлия Васильевна будем очень рады вас услышать вам слово добрый день дорогие уважаемые коллеги как уже сказал Кирилл Михайлович сегодня мы с вами говорим на очень интересную на мой взгляд очень актуальную но в то же время мало изученную тему о возможностях лучевой терапии в качестве метастаз направленного лечения у больных раком предстательной железы я начну несколько с общих данных вы все прекрасно знаете о том что лучевая терапия являясь одним из основных методов лечения больных раком предстательной железы может быть применена при любых формах заболевания при локализованном раке при местно распространенном раке может быть применена в адювантном режиме после хирургического лечения с успехом может быть применена при необходимости лечения рецидивов заболевания но особое место на мой взгляд среди показаний к проведению лучевой терапии является возможность ее применения у пациентов с метастатическим раком предстательной железы особое положение данного показания объясняется прежде всего как вы знаете существенной сложностью этой проблемы так как к больным метастатическим раком предстательной железы относятся самые разные пациенты это пациенты с разной чувствительностью гормональной терапии это пациенты у которых впервые выявлено метастатическое заболевание либо больные у которых прогрессирование заболевания наблюдается на фоне проводимого лечения. Это больные с разным количеством метастазов и, конечно же, с разной клиникой, клиническим течением заболевания. Мы все с вами хорошо знаем, что очень часто и довольно успешно лучевая терапия может быть применена с палеотивной целью у наших пациентов. При этом основной задачей лечения является и улучшение качества, и увеличение продолжительности жизни наших больных. Кроме того, лучевая терапия может проводиться с палеотивной целью, теперь я прошу прощения, с симптоматической целью, когда мы стремимся либо к уменьшению, либо к купированию, например, болевого синдрома у пациентов с наличием болевых метастазов в кости. И очень долго мы применяли у больных метастатическим раком предстательной железы лучевую терапию либо с палеотивной, либо с симптоматической целью. Но мы с вами понимаем прекрасно, и я всегда об этом говорю, что рак предстательной железы – это совершенно особое заболевание, которое в абсолютном большинстве случаев очень благодарно реагирует на проводимые лечения. И мы с вами часто видим, что оказывая помощь, например, при купировании болевого синдрома у молодого социально активного пациента с одиночным или даже с множественными метастазами в кости, мы прекрасно понимаем, что той палеотивной или симптоматической помощи, пусть даже при метастатическом раке, ему катастрофически реально мало. И на самом деле так и есть. И свидетельством этого являются результаты очень крупного, сравнительно недавно проведенного исследования, результаты которого были опубликованы – это результаты рандомизированного контролируемого исследования третьей фазы, куда было включено более 2000 пациентов, причем в одной группе больных проводили стандартную лекарственную терапию, а в другой группе больных, которая включала более 1000 больных дополнительно к системному лекарству и лечению, было проведено локальное облучение предстательной железы. Причем я так понимаю, что с целью сокращения времени лечения были применены очень жесткие режимы дистанционной лучевой терапии. И я вас прошу обратить внимание, готовясь к данному сообщению, я специально вынесла вот эти цифры зеленым цветом на слайд. И здесь обозначено, что несмотря на то, что мы смотрим на больных метастатическим раком предстательной железы, посмотрите, 70% из них по шкале КОК имеют 0 баллов. Что это значит? Это значит, что пациенты абсолютно активны, и они могут выполнять всю ту деятельность, которую они выполняли до того времени, как было диагностировано заболевание. Это как раз к тому, о чем я говорила, о категории больных метастатическим раком предстательной железы. Что же оказалось в результате этого всем известного исследования? Получено статистически значимое улучшение безрецидивной трехлетней выживаемости, и на самом деле наиболее важные результаты были получены в этом исследовании следующим образом. Авторы убедительно показали, что при так называемой низкой метастатической нагрузке у пациентов с метастатическим раком предстательной железы наблюдается не только улучшение трехлетней безрецидивной, но также и выживаемости без прогрессирования, и трехлетней общей выживаемости. Причем эти различия были статистически значимы. Это очень важно. При этом буквально в прошлом году были обновленные результаты этого исследования, представленные широкой публике, и целью этого повторного анализа того же исследования СтамПИД был анализ возможного влияния локализации уже отдаленных метастазов и их количества на возможную связь с выживаемостью пациентом. И мне показалось интересным представить этот слайд. На самом деле исследователи убедительно говорят о том, что при количестве метастазов не более трех, имеется в виду костных метастазов, наблюдается значимое улучшение как безрецидивной, так и общей выживаемости. И мне еще показалось интересным представить данные о том, что также улучшается как безрецидивная, так и общая выживаемость. Это представлено на нижних графиках, общая и безрецидивная выживаемость у больных метастатическим раком предстательной железы с категорией М1А, то есть у больных с поражением нерегионарных лимфатических узлов. Что это значит? Авторы свидетельствуют о том, что локальное облучение предстательной железы оказывает явный системный положительный эффект. И те же самые авторы предложили, что возможно, наряду с локальным облучением предстательной железы, наши пациенты, особенно с небольшим количеством метастазов, так называемое олигометастатическое состояние, которое имеют, они получат наибольшие преимущества при проведении лучевой терапии на эти олигометастазы. Я напомню уважаемым коллегам, что термин олигометастазов был предложен еще почти 30 лет назад, и с момента этого предложения было потрачено очень много времени и очень много усилий на обсуждение вопроса о том, существует ли подобное состояние и можно ли применять это обозначение как состояние олигометастатического. Но с учетом все более растущего интереса к лечению, которое направлено на метастазы, недавний консенсус Европейского общества радиационных терапевтических онкологов и Американского общества радиационных онкологов пришел к выводу, что для соответствия определению олигометастатической общее количество обнаруживаемых поражений должно быть менее пяти, и все эти поражения должны поддаваться безопасному лечению, независимо от контроля первичной опухоли. Я думаю, что применение этих концепций в современном мире очень важно, так как на сегодняшний день мы с вами располагаем великолепным диагностическим оборудованием. Я прежде всего имею в виду позитронно-эмиссионную томографию, особенно с современными радиофармацевтическими препаратами, которые позволяют нам выявить олигометастазы на, ну, мы будем говорить на самой ранней, насколько это возможно, стадии. И кроме того, мы с вами располагаем великолепным парком современного радиотерапевтического оборудования, и при наличии хорошей школы, хорошей клиники, мы все умеем этим оборудованием пользоваться. Поэтому, конечно, мы должны знать о наших возможностях в плане метастазно-направленной терапии и о тех возможностях современной лучевой терапии, которыми мы можем помогать нашим пациентам. Ну, понятно, что соглашение принято, но, естественно, что для принятия этого соглашения должны быть определенные предпосылки, и они, несомненно, были. Например, несколько лет назад вы видите, что, в принципе, нет в этом отношении каких-то слишком старых исследований, слишком старых данных, они все до настоящего времени считаются современными. И, тем не менее, несколько лет назад были представлены результаты исследования. Но я здесь сразу скажу, что были включены не только пациенты метастатическим раком предстательной железы, но также и больные с метастазами рака легкого полурактального рака и больные раком молочной железы. Но, тем не менее, обратите внимание, в одной группе больных проводили стандартное палеотивное лечение, а в другой группе, дополнительно к стандартному палеотивному лечению, было также присоединено стереотоксическое облучение отдаленных метастазов. Что получилось? Получилось, что медиана общей выживаемости в той группе, где проводили локальное облучение метастазов, была на 13 месяцев больше, чем в той группе, в которой это облучение не проводили. Кроме того, через год были представлены, так скажем, обновленные результаты этого исследования, и при медиане наблюдения 50 месяцев были представлены показатели пятилетней общей выживаемости. И обратите внимание, эти цифры представлены внизу слайда. Обратите внимание, что пятилетняя общая выживаемость при стандартном палеотивном лечении составила 18%, а в тех случаях, когда проводили локальное облучение, стереотоксическое облучение отдаленных метастазов, общая выживаемость была в 2,5 раза выше. Одно из первых исследований, которое непосредственно посвящено больным метастатическим ракам предстательной железы, было представлено несколько лет назад, и основной целью исследования было оценить среднюю выживаемость до назначения гормональной терапии у пациентов с рецидивом рака предстательной железы после проведенного первичного лечения. Обратите внимание, в одной группе проводили наблюдения за этими пациентами, в другой группе не только наблюдали, но и проводили еще стереотоксическую лучевую терапию на отдаленные метастазы. И, собственно говоря, довольно простое исследование. Но что оказалось? Оказалось, что в группе, где пациентов только наблюдали с рецидивом после проведенного первичного лечения, средняя выживаемость без гормональной терапии составила 12 месяцев, а в той группе, где проводили облучение вот этих метастатических очагов, средняя выживаемость без гормональной терапии составила 21 месяц. То есть это было на 9 месяцев больше, чем в той группе, где облучение не проводили. И, наконец, пару лет назад были представлены результаты рандомизированного исследования второй фазы, выполненного в Соединенных Штатах Америки. В это исследование были включены немногим более 50 пациентов с количеством метастатических очагов не более трех и относительно небольшим размером метастазов. Основной целью данного исследования у больных метастатическим раком предстательной железы было оценить количество больных с прогрессированием заболевания через 6 месяцев после либо начала наблюдения, либо проведения стереотоксической лучевой терапии на отдаленные метастазы. Что получилось? Эти данные представлены в нижней части слайда. Оказалось, что прогрессирование заболевания через 6 месяцев в группе больных, которым проводили локальное облучение отдаленных метастазов, составило 19%. В то же время в группе наблюдения данный показатель был ровно в 3 раза выше. То есть в 3 раза чаще больные прогрессировали в той группе, где не проводили облучение. Это очень важные данные, на мой взгляд. На самом деле в настоящее время уже проведено достаточно большое количество исследований, которые свидетельствуют о преимуществах проведения локальной лучевой терапии на область отдаленных метастазов. Но, конечно же, многообещающие результаты исследований второй фазы должны быть проведены и подтверждены теми исследованиями, которые проводятся в условиях третьей фазы исследований. И в настоящее время проводится множество таких испытаний. Но, конечно, мы с нетерпением будем ожидать результатов этих научных исследований и их публикации. Но при наличии такого замечательного оборудования для лучевой терапии, которыми мы с вами сейчас можем пользоваться и владеем, мы, конечно же, и сами должны пробовать эти методики для того, чтобы максимально помогать нашим пациентам. Я напомню еще раз, уважаемые коллеги, что в большинстве наших онкологических учреждений в арсенале имеется замечательное оборудование для лучевой терапии. И я на нескольких клинических случаях попробую представить наши возможности. Итак, вы видите, что совсем не старый молодой мужчина, 64 лет, у которого был установлен диагноз рак-предстательной железы, клинический Т4Н1М0. Пациенту было проведено системное лечение по внутреннему протоколу нашего центра. И в 2018 году выполнена радикальная простатэктомия с расширенной тазовой и забрюшиной лимфоденэктомией. Затем пациент, как положено, практически каждые три месяца контролировал уровень ПСА. Но, к сожалению, вот через два года мы видим биохимический рецидив заболевания, отмечен рост, назначена гормональная терапия. Кроме того, еще до назначения гормональной терапии пациент обследован, но признаков рецидива не найдено. Через год ровно ПСА повышается до 2,6 нанограмм на миллилитр. И пациенту выполняется позитронно-эмиссионная томография с фтором ПСМА. И вы видите, что на момент исследования у этого молодого человека получены данные о наличии активной опухолевой ткани в правой подвздошной кости с высокой активностью накопления радиофармпрепарата. Вы видите 13,5. Нами было принято решение о целесообразности проведения на вот этот одиночный метастатический участок настоящий олигометастаз в правой подвздошной кости у этого пациента проведения курса стереотоксической лучевой терапии. А я напомню, что стереотоксическая лучевая терапия предусматривает подведение к очагу поражения больших доз ионизирующего излучения за небольшое число фракций с высокой точностью, с высокой конформностью облучения. Так вот, у этого пациента за три сеанса лечения, практически это составило по времени полторы недели, мы подвели высокую дозу излучения на участок метастатического поражения в подвздошной кости. Обратите внимание, ПСА до лучевой терапии на фоне приема гормональных препаратов составлял 2,6. Затем через месяц мы наблюдаем некоторый всплеск уровня ПСА, но я бы его так назвала всплеском. Видите, через месяц ПСА составляет 3,9 нанограмм на миллилитр. И еще через месяц уровень ПСА ежемесячно снижается. Естественно, пациент был довольно обеспокоен, так скажем, вот этим повышением ПСА после завершения лучевой терапии. И он через 4 месяца после лучевой терапии выполнил КТ, хоть на настоящее время это считается несколько преждевременным после лучевой терапии. Но, тем не менее, посмотрите, отмечено при проведении ПЭТ-КТ через 4 месяца после лучевой терапии существенное снижение активности накопления радиофарм препаратов в том участке, где ранее был диагностирован вот этот уровень накопления 13,5. Нужно сказать, что пациент очень хорошо перенес лечение и в настоящее время вот последний уровень ПСА составил 0,1 нанограмм на миллилитр. Пациент хорошо себя чувствует и, естественно, доволен результатами лечения. Следующий клинический случай, обратите внимание, также молодой больной, который начал проводить лечение, когда ему не было еще 60 лет. В 2018 году был установлен диагноз и по поводу его заболевания была выполнена роботосистированная радикальная простатоктомия. К сожалению, сразу же после операции в мае 2018 года отмечен уровень ПСА 0,36 нанограмм на миллилитр, причем за год этот уровень достиг показателя 3,6. Пациенту было выполнено ПЭТ-КТ с вторым ПСМА и был диагностирован не только локальный рецидив, но и рецидив заболевания в региональных лимфатических узлах, узлах малого таза, а также был диагностирован бластический метастаз в первом крестцовом позвонке. Конечно же, нашими коллегами была назначена гормональная терапия, и мы также параллельно с этим провели курс конформной дистанционной лучевой терапии и подвели суммарную очаговую дозу на область метастатического поражения лимфатических узлов и область поражения первого крестцового позвонка. До суммарной дозы 50 ГРЭ и на область локального рецидива была подведена доза 72 ГРЭ. Обратите внимание, через месяц после завершения лечения уровень ПСА составляет 0,008, до лечения уровень ПСА 3,6 нанограмм на миллилитр. Этот пациент очень хорошо перенес лечение, он продолжает работать и до настоящего времени, и после завершения гормона лучевого лечения мы наблюдали за ним на протяжении двух лет, чувствовал он себя очень хорошо, и лишь к концу второго года наблюдения мы отметили, посмотрите, постепенный рост простатспецифического антигена, который в сентябре прошлого года составил 3 нанограмма на миллилитр. Конечно же, мы рекомендовали пациенту проведение ПЭТ-КТ всего тела, где было выявлено метастатическое поражение 3 и 4 грудных позвонков, только их. Был выполнен курс стереотоксической лучевой терапии на область 3 и 4 грудных позвонков. Опять-таки, за практически 5 сеансов лечения подведена высокая доза на область поражения. Это представлено на рисунках внизу этого слайда. Пациент хорошо перенес лечение, но вы знаете, несмотря на наши ожидания, несмотря на наши ожидания, через месяц после завершения стереотоксической лучевой терапии мы отметили повышение уровня ПСА в 4 раза, а затем и еще больше, до 15 нанограмм на миллилитр. У нас появилась возможность выполнить этому пациенту, так как по данным ПЭТ больше не было никаких метастатических очагов. Мы выполнили этому пациенту МРТ в режиме всего тела. И был найден очаг в передней дужке слева и левом поперечном отростке первого поясничного позвонка довольно приличных размеров – 2,5 см. Конечно же, мы приняли решение о необходимости выполнения этому пациенту еще одного курса стереотоксической лучевой терапии. И данное лечение уже было направлено на область первого поясничного позвонка, на область поперечного отростка и передней дужки слева. Посмотрите, какая необычная конфигурация поля облучения. И, конечно же, вот такую удивительную мишень нам позволяет сформировать технологию лучевой терапии с модуляцией интенсивности. А за счет этого современного нашего оборудования мы можем подводить очень большие дозы с высокой точностью. Поэтому, собственно говоря, можем подводить высокие дозы за несколько сеансов. Обратите внимание, до этого сеанса, до этих сеансов лучевой терапии, уровень ПСА у пациента составлял 15 нанограмм на миллилитр. Через месяц после завершения стереотоксической лучевой терапии, на этот выявлен, кстати, по данным МРТ, участок метастаза в костях, уровень ПСА составляет 0,09. Я думаю, конечно, что это свидетельствует о, так скажем, положительном эффекте именно стереотоксической лучевой терапии. И, наконец, еще один, третий клинический случай. Мне кажется, он тоже достоин вашего внимания. И также, опять-таки, молодой мужчина, который начал лечить свое заболевание с 2014 года. Мы провели ему гормонолучевое лечение, причем с эскалацией дозы до 76 Грей. К сожалению, через год после завершения гормональной терапии, которую он получал на протяжении двух лет, у него был диагностирован рецидив заболевания и метастатическое поражение подвздошных лимфатических узлов. Этому молодому мужчине была выполнена расширенная тазовая забрюшенная лимфоденектомия. Но, к сожалению, несмотря на это, после операции отмечен постепенный рост уровня проста-специфического антигена. Была назначена гормональная терапия в интермитирующем режиме. Пациент чувствовал себя хорошо. Но, несмотря на получение гормональной терапии, тем не менее, в сентябре прошлого года уровень ПСА составлял 0,4 нанограмм на миллилитр. Было выполнено ПЭТ-КТ с галлием ПСМА в сентябре прошлого года. И, обратите внимание, были диагностированы метастазы в единичных параортальных, аортоковальных и ретроковальных лимфатических узлах с уровнем накопления радиофарм препарата 13,6. Причем ПСА составлял ПСА рост довольно быстро и уже составлял в октябре прошлого года 0,57 нанограмм на миллилитр. К этому пациенту мы приняли решение о необходимости и возможности проведения курса дистанционной лучевой терапии, так скажем, по технологии одновременного или многие называют еще симультанного интегрированного буста. Мы применяли технологию ротационной лучевой терапии с модуляцией интенсивности пучка излучения. И эта технология позволяет нам увеличить разовую и суммарную чуговую дозу без увеличения частоты развития лучевой токсичности. И, кроме того, эта технология позволяет нам сократить время лечения, что для нас и для наших пациентов очень важно. Что это значит? Говоря простыми словами, за 25 лечебных дней, это обычное, можно сказать, стандартное время лечения наших пациентов, в таких случаях за 25 лечебных дней, мы подвели суммарную чуговую дозу 50 ГРЭЙ на область поясничных лимфатических узлов. Но это область, так скажем, без явного поражения лимфатических узлов, а на пораженные лимфатические узлы, которые мы определили по данным позитронной эмиссионной томографии, была подведена доза 66 ГРЭЙ. Я надеюсь, это понятно вот на представленных рисунках. Что мы видим через месяц после проведения этого лечения? Через месяц, вы видите, уровень ПСА начинает снижаться, он становится в два раза меньше, чем был до лечения. При этом пациент продолжает принимать гормональную терапию и постепенно отмечено снижение уровня ПСА. Даже мы можем сказать больше, что с апреля этого года мы уже отменили гормональную терапию этому пациенту. Но, тем не менее, уровень ПСА на август этого года, буквально месяц назад, составляет 0,1 нанограмм на миллилитр. Кроме того, несколько дней назад, получается, неделю назад, пациент выполнил по нашей просьбе ПЭТ-КТ с галлием ПСА в том же учреждении, где выполнял его раньше. И вы видите, отмечена явная положительная динамика. Уровень накопления радиофарм препарата в тех узлах, которые мы лечили, существенно снижен. И наши коллеги описывают состояние этого пациента как состояние ремиссии. Таким образом, уважаемые коллеги, я понимаю, что мы немного затягиваем по времени. Я прошу прощения за накладки. Но мне бы хотелось завершить следующим. Мы считаем, что мы не только можем, но и должны применять лучевую терапию в качестве метастазно-направленного лечения при раке предстательной железы. Мы, конечно же, не должны забывать о важнейшей роли лучевой терапии при оказании симптоматической палиативной помощи нашим пациентам. И это в конечном итоге позволяет улучшить качество их жизни, увеличить ее продолжительность. Мы считаем перспективным направление и необходимость применения стереотоксической высокоточной лучевой терапии, которая позволяет нам сдержать прогрессирование метастазического очага и отсрочить начало системного лечения в немалом большинстве случаев. И проведение стереотоксической лучевой терапии позволяет нам улучшить контроль над заболеванием, а значит улучшить выживаемость и качество жизни наших пациентов. И, конечно же, необходимо проведение перспективных рандомизированных исследований третьей фазы, которые, несомненно, помогут нам понять клинические сценарии, в которых метастазно-направленная терапия значительно улучшит результаты лечения пациентов. Конечно, перед нами очень много вопросов, которые мы постепенно стараемся решать с помощью вот таких клинических случаев, которые мы постоянно анализируем и разбираем. Мы до сих пор не знаем четких критериев отбора больных для проведения локального лечения и оптимальных условий лучевой терапии. Мы не знаем о оптимальных, так скажем, вариантах сочетания лучевой терапии с различными методами лекарственного лечения. И мы не знаем, как правильно наблюдать за нашими пациентами. Но, естественно, мы по мере накопления нашего опыта будем анализировать всю эту информацию, и будем делиться этой информацией с нашими уважаемыми коллегами. И я считаю, что для того, чтобы ответить постепенно на все эти вопросы, сейчас в каждом конкретном случае мы для себя прежде всего должны четко определять цели и задачи лечения и уметь реализовать максимум возможных терапевтических вариантов в каждом конкретном клиническом случае. Я благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Илья Васильевна, большое спасибо. Очень объемная, интересная и, на мой взгляд, очень актуальная у вас презентация, интересные клинические случаи. Если вопросов у коллег нет, если позволите, я вот короткий вопрос вам задам. Все интересные очень случаи, различные, различная локализация, достазов, куда вы применяли разноправленную лучевую терапию. Скажите, а вы, я правильно понял, что гормональную терапию применяли только у третьего пациента? Или у всех больных вы назначали сопутствующую гормональную терапию вместе с обучением? Кирилл Михайлович, да, очень интересный вопрос. Вы знаете, это, между прочим, это все наши с вами больные, оперировали вы их. Вот, поэтому, да, это наши больные. Я думаю, что и для вас эти результаты важны. У первого пациента мы не применяли гормональную терапию, потому что у него только один метастаз подвздошной кости. В двух остальных случаях эти пациенты принимали гормональную терапию, а в третьем случае пациент принимал еще и инсултамид. Вот, поэтому, да, это на фоне гормональной терапии у пациентов наблюдалось повышение уровня ПСА. Это очень важно, понимаете? Мы на фоне гормональной терапии отметили повышение ПСА, выявили олигометастазы, провели лечение, и на фоне же этой гормональной терапии, после лучевой терапии мы отметили снижение уровня ПСА. И, конечно же, я могу это считать именно достижением лучевой терапии. Юлия Васильевна, спасибо. Крайне интересные, двигающие результаты. Дело в том, что, ну, вот по современной концепции, так скажем, метастаз направленное лечение не рекомендуют ряд авторов, и, я знаю, ряд известных профессоров на фазе кастрационно-рефрактерного заболевания. И то, что у вас действительно есть такие обнадеживающие результаты, на мой взгляд, очень интригует, заставляет нас задумываться о том, что все-таки, наверное, нужно проводить исследования в этом направлении, в том числе у пациентов с рефрактерной болезнью. Но, повторюсь, пока, пока, безусловно, это очень-очень экспериментально и оффлэйбл. Но, на самом деле, вам большое спасибо. Очень интересные данные. Спасибо, Юлия Васильевна. Спасибо вам, спасибо, коллеги. Ну что ж, коллеги, мы двигаемся дальше. Виталий Александрович, я вас очень прошу, просто даже умоляю, по возможности очень коротко и лаконично рассказать о возможностях брахитерапии в качестве метастаз направленного лечения. Ну, на самом деле, конечно, сегодняшняя тема посвящена лечению метастазов, метастаз-ориентированной терапии ракопрестательной железы. Что я могу сказать о брахитерапии? Она, как метод, применяется для терапии отдаленных метастазов, но крайне редко. И поэтому я позволил себе сегодня привести лекцию, доклад с применением клинических примеров именно о спасительной брахитерапии локальных рецидивов, что применяется также не так часто, но, тем не менее, используется в обычной практике. Что такое спасительная терапия? Сальважная терапия. Довольно интересное определение, вот, медицинское этого термина. Это финальный или окончательный способ лечения для пациентов, которые уже не отвечают, или же не могут просто переносить другие доступные методы лечения имеющихся у них заболеваний. Вот по определению, опять же, Национального института рака, что такое спасительная терапия, терапия спасения. Лечение, проводимое после того, как злокачественная опухоль, не отвечает уже на стандартную терапию. Это использование экспериментальных или агрессивных лечебных мероприятий у пациентов с плохим прогнозом после ранее уже проведенной терапии с последующим возникшим рецидивом. Если мы посмотрим на последние рекомендации Европейского общества урологов 2022 года, то основными методами лечения локальных рецидивов после лучевой терапии, мы об этом сегодня будем говорить, является, конечно, спасительная простатоктамия, спасительная лучевая терапия, сейчас довольно активно этим занимает свою нишу стереотаксис в этом виде лечения. Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук, да, тоже можно применять, спасительная криотерапия как воздействие, ну и, наконец, спасительная брахитерапия, сальважная брахитерапия, о чем мы сегодня речь и поведем. Ну, гормонотерапия, забыл, извините, да, самый, наверное, простой способ для лечения как метастазов, так и локальных рецидивов, но не такой действенный и эффективный. Здесь на данном слайде представлены работы наших зарубежных авторов. Вы видите, что количество пациентов довольно небольшое, это 20-50 пациентов. Результаты безрецидивной выживаемости от 50 до 80, практически 90 процентов на срок 5 лет. Здесь также результаты наших коллег уже чуть побольше, 80 пациентов, различные режимы спасительной брахитерапии. Вы видите также самое важное, о чем мы всегда беспокоимся, это, конечно же, ранние и поздние осложнения после проведенной спасительной лучевой контактной терапии, что очень важно. Об этом мы речь чуть позже поведем. И вот здесь уже довольно большие количество пациентов. Вы видите, до 115 человек в наблюдении. Вот такие вот ответы безрецидивной выживаемости до 60-70 процентов на срок наблюдения в 5 лет. В 2020 году опубликован был в известном онклурологом журнале обзор, систематическое ревью такое по различным методам локальной сальважной терапии. Ну и, конечно, здесь мы можем увидеть с вами и радикальную простатоктомию. Вы видите, 5-летняя безрецидивная выживаемость при применении этого метода составляет в среднем 54 процента. И видим, какие осложнения возникают при применении этого метода как спасительного варианта лечения. Вы видите также стереотаксис до 60 процентов. Здесь уже меньше осложнений мы видим со стороны нижних мочевыводящих путей и прямой кишки. Ну и привели пример, опять же, высокомощностная брахиотерапия, низкомощностная брахиотерапия 60-56 процентов и, соответственно, осложнение со стороны мочевыводящих путей и прямой кишки. 5-летняя безрецидивная выживаемость, вот здесь приведем ряд авторов зарубежных наших коллег, при использовании низкомощностной брахиотерапии как метода спасительного лечения, порядка 55-56 процентов 5-летней безрецидивной выживаемости в этой группе. Высокомощностная брахиотерапия тоже порядка 60 процентов безрецидивной выживаемости на срок наблюдения в 5 лет. Вот здесь более подробно о токсичности, тоже большое количество авторов с низкомощностной брахиотерапией, так как она, в общем-то, используется уже давно как метод спасительного лечения. Мы видим, что третья-четвертая степень токсичности стороны нижних мочевыводящих путей составляет порядка 8 процентов. Я думаю, что это очень небольшие цифры, которые свидетельствуют об прецизованности методики и, в общем-то, низких процентах осложнений высокой степени. Со стороны также генитуринарной системы высокомощностная брахиотерапия очень хорошо себя демонстрирует. Вы видите, 7,95 процентов всего лишь осложнений третьей-четвертой степени, а это, заметьте, уже после проведенного лучевого лечения. Здесь приведены данные по токсичности со стороны прямой кишки третьей-четвертой степени. И что мы с вами видим? Мы видим, что она составила 0 процентов, что говорит еще раз о высоком качестве подведения и прецизионности методики. Низкомощностная брахиотерапия чуть выше, почти 1,5 процента, 1,55 процента в третьей-четвертой степени осложнений. И последние рекомендации Джекэстро Акроп, выпущенные в текущем году, что мы здесь можем с вами посмотреть по спасительной брахиотерапии. А вот, в общем-то, и все, что мы здесь видим. Вот эта вот страничка, приведенная здесь, это все, что наши зарубежные коллеги говорят, как надо ее делать, как правильно делать и так далее. В общем, на самом деле ничего здесь не описано. Описано, что это на ваше усмотрение, выполняется только в учреждениях, имеющих большой опыт и так далее. Поэтому, еще раз о том, что это действительно довольно сложная методика, которая требует большой подготовки к этому проведению и выполняется не повсеместно и не везде. Рекомендации НССН, они еще меньше, чем рекомендации Джекэстро. Вот все, что есть в 2022 году о применении сальважной брахиотерапии, как высокой, так и низкой мощной основе. Ну, соответственно, должна выполняться в нормальных клиниках, и пациенты должны быть предупреждены о возможных осложнений со стороны нижних мочевыводящих путей и прямой кишки. Ну, в принципе, до этого мы с вами видели тоже международные данные во взоре. На самом деле эти, как говорится, в хороших руках, видимо, процент от этого осложнений невелик. Большую роль в применении сальважной брахиотерапии на самом деле занимает так называемая фокальная брахиотерапия, фокальное бустирование с выявлением доминантного очага и проведением только на него как раз вот этой вот самой высокой мощной основе, либо низкой мощной основе брахиотерапии, что значительно будет уменьшать варианты и возможности повреждения органов риска, то бишь прямой кишки, уретры и мочевого пузыря. Что касается опыта нашего центра, перейдем, конечно же, к нему, потому что он имеется хоть небольшой, но тем не менее у нас существует выработанный за эти годы собственный алгоритм обследования, который мы железно стараемся придерживать. Придерживаться это определение уровня ПСА, соответственно, его изменения в сторону увеличения. После этого выполняется магнитно-резонансная томография с контрастированием, выполняется ПЭТ-КТС-ПСМА, проводится биопсия предстательной железы для верификации рецидива и выполняется уже в дальнейшем после этого функциональной пробы, то есть урофлоометрия, определение объема остаточной мочи для уточнения качества мочеиспускания у пациента после уже проведения гаэтов лечения, уретроцистоскопии, ректоскопии, ну и, соответственно, заполнение опросников, чтобы мы уже знали, что сейчас с пациентом происходит на данном этапе до подхода к спасительному лечению. Вот такие вот у нас характеристики наших пациентов, их 55 на данный момент набрано. Как вы видите, всем проведены МРТ, ПЭТ-КТ и биопсия. Группы довольно разносторонние есть, и те, кто был у нас после лучевой терапии с рецидивом, после низкомочностной, высокомочностной брехотерапии. И есть даже два случая после нерадикальной радикальной простатэктомии, так мы называем это в кавычках, наверное. Вот такие вот дозы, фракционирование было различным. Мы тоже не просто шли к этому вопросу, потому что нет нигде конкретных рекомендаций. Ну и в итоге все-таки пришли к дозе 12,5 грей за две фракции с интервалом 2 недели. Не большее количество наших пациентов сейчас проведено. В этом режиме это 22 пациента. Вы видите, что среднее время от первичного лечения до рецидива в нашей группе составило от 1,5 до 18,5 лет. Интересные тоже данные. То есть рецидив у некоторых пациентов наступал практически через 20 лет после первичного лечения. Ну и с ними-то, в общем-то, проще было проводить спасительную брехотерапию. Надир простатоспецифического антигена после проведения спасительной брехотерапии составил на данный срок наблюдения 1,3 мгм в миллилитр. Живы без рецидива 67% пациентов, на котором мы провели спасительную брехотерапию. Прогрессирование местных рецидивов у нас у 33% пациентов. Из них 13 пациентов получают гормонотерапию, двое пациентов получают химиотерапию, и из этой группы у нас ушло трое пациентов. Но это было не связано с прогрессированием основного заболевания. К сожалению, это был COVID-19, современное заболевание. И клинический пример позволю себе представить. Конечно же, это наш любимый пациент 39-го года рождения, которого мы очень давно наблюдаем. Довольно редкий клинический случай, поэтому представляем его для всех. Это 2001 год. Пациенту был уставлен в диагноз ракопредстательной железы с инвазией в семенные пузырьки, соответственно, местное Т3Б. Глиссенс семерка, вторая градирующая группа, высокий уровень простатоспецифического антигена, 64 мгм на миллилитр, но, тем не менее, без отдаленных метастазов. И на тот момент, по месту жительства, пациенту была выполнена хирургическая кастрация. В 2011 году в связи с подъемом ПСА была проведена лучевая терапия на область предстательной железы, к сожалению, в дозе 60 ГР, всего лишь суммарная очаговая, и назначена гормонотерапия антиандрогенами. Тем не менее, через два года все равно у пациента рост ПСА практически до 10 нанограмм на миллилитр. На тот момент мы не располагали возможности проведения ПЭТ-КТ с ПСМА, поэтому была выполнена МРТ, сантеграфия, данных за метастазирование не было получено, была выполнена биопсия простаты, получена верификация рецидива из левой доли предстательной железы. Ну и, соответственно, перед нами встал вопрос, что делать с этим пациентом. Судя по вот этим изображениям, пациенту была проведена спасительная низкомочностная брефитерапия. Вы видите здесь источники, распланированная доза. Вот КТ постимплант, мы видим предстательную железу с источниками внутри, они стоят по периферии для того, чтобы максимально спасти уретру, близко к прямой кишке, но здесь менее активная доза у самих, меньше активность самих источников. Дальше, что с этим пациентом у нас происходит? В 2014 году мы проводим брехотерапию спасительную, ПСА снижается, соответственно, вы помните, там 9 с небольшим, практически десятка, точнее, уровень проста специфического антигена, уже до 0,2 ПСА уходит. И что мы замечаем, что нет дезурии, нет изменений со стороны прямой кишки. В общем-то, это нас очень обрадовало, что довольно хорошо пациент перенес. Мы были очень беспокоились за этого пациента, потому что первый опыт был такого лечения. Ну и с 2018 года вновь отмечен рост ПСА. Небольшой, но тем не менее подъем. Вот здесь мы уже применяем ПЭТ-КТ с галлием ПСМА. В 2018 год мы снова видим признаки гиперфиксации радиофармпрепарата ПСМА галлия в проекции левой доли предстательной железы. Видите, высокий довольно-таки сух, 24,4. Повторно проводится биопсия. Мы получаем уже вот такое изменение со стороны аденокарциномы под воздействием уже предыдущих двух лечений. Тем не менее ПСА продолжает расти. Вот очаг по ПЭТ-КТ вы видите в предстательной железе. Снова перед нами встает вопрос. Пациент тут лет уже 36-го года рождения. Вот. Мы думаем, что с ним делать. Вы видите, да, дальнейшую тактику, что тут можно было придумать. Но мы все-таки решили провести повторную спасительную фокальную высокомощностную брехтерапию рецидива в этой ситуации. Провели, конечно же, обзор литературы. Встретили очень минимальное количество статей о таком виде лечения. Даже пришлось созвониться с коллегами за рубежом, поговорить с нашими брехтерапевтами из Европы. Но тоже опыт совершенно небольшой. И нас предостерегали от возможных осложнений повторного лечения в плане изменений со стороны прямой кишки вплоть до свещей. Вот наши немецкие коллеги говорили. Но мы решили, что мы сделаем фокальную высокомощностную брехтерапию этому пациенту. Мы это выполнили. Очень неплохие гистограммы. Здесь вот отображение половины железы. Это был январь 2019 года. Тогда мы, к сожалению, тоже, боясь, подвели всего лишь дозу в 19 гры за одну фракцию. Сейчас бы мы сделали 2 по 12,5. Я думаю, это бы повлияло на дальнейшую тактику лечения и изменения со стороны проста-специфического антигена. Но на тот момент он действительно падает. Вот буквально в августе после проведенной повторной брехтерапии спасительного 0,2 мг на миллилитр начинаются колебания ПСА 19-20 год. 21 год вот он начинает расти. Самое главное, что нас радует, дезурии нет, осложнений нет. Здесь такая вот ссылка на том, что надо задумываться о радиобиологических аспектах. И наш пациент все-таки продолжает уходить в сторону повышения уровня проста-специфического антигена. Август 2021 года уже 6,59 мг на миллилитр. ПЭТ-КТ вновь получаются у нас накопления радиофармпрепаратов той же самой левой доли, из которой мы первично брали подтверждение при первом рецидии. Здесь мы уже на третью брехтерапию не решили с учетом возраста пациента. Отсутствие вообще какого-либо опыта третьей спасительной брехтерапии. И начали прием аплутамида пациенту до сентября 2021 года. ПСА снижается. Вот вы видите, практически ниже единицы уже в ноябре 2021 года. И здесь, соответственно, мы идем на редукцию дозы, уменьшаем дозу аплутамида. И тем не менее, июль 2022 года, последний раз мы созванивались с дочкой пациента. ПСА 0,7. Самое главное, нет дезулических осложнений, нет проблем со стороны прямой кишки. Вот такой вот, наверное, короткий репортаж о применении спасительной брехтерапии. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, готов ответить. Дорогой Виталий Александрович, спасибо большое. Вы почти ускорились. Но вот пока вы ускорялись, тут появились три вопроса из чата. Вопрос. Получая метастазно-правильной терапии, пациент идет по протоколу клинического исследования или стандартного рутинной практики? Да, коллеги, очень хороший вопрос. И хорошо, что вы на этом акцентируете внимание. Безусловно, все, что мы сейчас говорим сегодня, о чем мы говорим, это исключительно в рамках клинических исследований делается. И я совсем, я думаю, как и мои коллеги, тоже не призываем вас делать это в рутинной клинической практике. И, безусловно, это должно быть проведено в высококвалифицированных центрах. Безусловно, в рамках одобрения этическим комитетом локальным. Потому что, если, не дай бог, какие-то осложнения происходят, могут быть серьезные юридические вопросы к вам, если вы занимаетесь этими моментами без обоснований и одобрения этической комиссии. Поэтому, конечно же, это экспериментальные исследования, это экспериментальные данные. Но они очень интригующие. И результаты, которые мы можем наблюдать, они, безусловно, зачастую превосходят те, которые могут быть получены при применении стандартных методов, в том числе лекарственного лечения. И вот в продолжение второй вопрос, Виталий Александрович, вам лично, что значит терапия должна выполняться в нормальных клиниках, спасительная, имеется в виду? Какие требования предъявляются клиникам с шеей в руку для того, чтобы они могли выполнять бракетерапию, в том числе с альважной? Виталий Александрович, прокомментируйте. Ну, в общем-то, спасибо, Кирилл Михайлович, за вопрос. И спасибо автору этого вопроса. Ну, да, может быть, не так прозвучало по поводу нормальных клиник. Ну, это вы уже ответили на этот вопрос. Это клиника, обладающая довольно большим опытом проведения вообще обычных, хотя бы обычной лучевой терапии на качественном, хорошем уровне, бракетерапии на хорошем уровне. То есть это опыт работы, я думаю, что не менее пяти лет должен быть в этой клинике, а лучше вообще и десяти лет. Как я уже показал, ссылки на мировых лидеров, совершенно небольшое количество пациентов, и вы видели обзор, мета-анализ 2020 года. Ну, там наберется тот, кто проводил в Европе высокомощностную бракетерапию. Ну, видели там меньше десятки авторов. Низкомощностная тут просто уже более долгая история, больше 20 лет выполняется, поэтому там, может быть, не берется двадцатка. Вот отсюда, в общем-то, ответ. Если 20 человек в мире выполняют ее, то это действительно очень серьезная вещь, и к ней надо подходить очень взвешенно. Если вы готовы это делать, то надо... Еще один вопрос к вам. Назначаете ли вы нео или адевант на АДТ при проведении спасительной бракетерапии? Да, отвечу на этот вопрос. Вот наши пациенты, которым я проводил, вот эти 55 человек, никому не назначалась ни нео, ни адевантная бракетерапия, и по огромной терапии. Мы следили как раз за ответом по ПСА. Здесь было больше интереса как раз о локальном ответе, а не о системном лечении. Так как лечение было локально, то мы и отслеживали его локально. Спасибо, Виталий Александрович. А полутамит в клиническом примере назначили на этапе рефракторной болезни, или это было еще громочувствительное? Вы знаете, там же очень интересный клинический пример. Вы видели, что пациенту еще в 2002 году удалили яички, а рост ПСА начался в 2011 году. То есть, в общем-то, когда наши коллеги начали лучевую терапию и добавили антиандрогены в 2011 году, еще до того, как он к нам попал, он уже был кастрат рефракторный по определению. Поэтому, на самом деле, честно скажу, полутамит назначал не я, а так получилось. Мы назначали пациенту энзолутамит, но так как на месте был только полутамит, он его и получил. Ну, это не техническое, да, то есть мы знаем. Но, тем не менее, ответ абсолютно себя оправдывает. Я понял. Спасибо. Спасибо, Виталий Александрович. Благодарим. Прекрасный доклад и очень интересный клинический опыт. Я позволю себе предоставить слово. Не буду подробно останавливаться на концепции олигометастатического процесса. Скажу лишь только то, о чем я уже говорил и неоднократно звучало в докладе Васильевны, что олигометастатический процесс бывает нескольких вариантов. Это первичный олигометастатический процесс, когда мы выявляем локальный нелеченный процесс представительности людей и небольшое количество метастазов. Как правило, это до пяти терминологии олигометастатического простата. И, конечно же, это леченное олигометастатическое прогрессирование, когда пациент получил локальное метастазов и имеет прогрессию либо лимфовы, либо, как правило, сочетанное прогрессирование лимфовы и кости. И, конечно же, олигометастатической рефракторной кастрации. Процесс это совершенно иной. Процесс мы не будем сейчас подробно его разбирать, хотя Юлия Васильевна прекрасно демонстрировала свой клинический пример с этим пациентом в первом докладе. Не буду подробно останавливаться на критериях и скажу, конечно, что действительно сейчас у нас есть очень хорошие модальности лучевой диагностики олигометастатического процесса. И мы очень четко стратифицируем эти вайонные кнопки группы. Безусловно, галлик СМА ПЭТКТ является на сегодняшний день наиболее эффективным методом диагностики, демонстрирующим достаточно высокую чувствительность. Но если мы планируем метастазно-направленное лечение, я об этом скажу чуть позже, мы не можем полностью лагаться на данные даже в этого высокочувствительного метода диагностики. Конечно же, основная концепция, которая преследуется многими авторами при проведении метастазно-направленной терапии, это увеличение периода до развития кастрационной рефракторности путем откладывания лекарственной терапии на какое-то время. То есть откладывая начало основной системной лекарственной лечения, мы увеличиваем время до того момента, когда эта лекарственная терапия перестанет работать. Это основной концепт, это идеал, конечно, к чему мы стремимся, но на практике, к сожалению, не всегда это происходит. И мы знаем много случаев неудачи направленного лечения у больных как с первичным, так и с рецидивным гормоночувствительным раком простаты. Это надо четко также понимать, что стратификация и отбор больных очень важен для проведения метастазно-направленного лечения. Какое это может быть лечение? Безусловно, это может быть либо хирургическое, либо лучевое лечение. И вот мне нравится всегда представлять результаты этой работы, которая продемонстрировала. Это рандомизированное исследование, включившее более 500 больных с олидеметастатическим прогрессированием рака простаты, которых рандомизировали на три группы. Вы видите, первая когорка пациентов получала расширенное хирургическое лечение, когда удаляли не только метастазы, выявленные по данным ПЭТ-КТ, но удаляли все лимфоузлы не только из зоны поражения, но и из соседней зоны потока. Вторая когорка больных получала ограниченную таргетную лимфоудароктамию, то есть удаляли только те лимфоузлы, которые видны по данным ПЭТ-КТ. И третья когорка получала стереотоксическую лучевую терапию только на зоны лимфоузлов, которые были видны по данным ПЭТ-КТ. Таким образом, анализ результатов лечения показал, что наилучшие показатели писать безрецидивной выживаемости отмечены в первой популяции больных, то есть те больные, которые получали расширенное, так называемое, лечение, расширенную лимфоудароктамию, где изоляли этим больным не только метастазы, но и все резидуальные лимфоколекторы. И тем образом, действительно, независимым предвиктором, при многофактором регрессионном анализе явилось выполнение расширенной лимфоудароктамии, приводящими к увеличению сообидрецидивной выживаемости. И, конечно же, клинический пример. Коротко. Больной 65 лет. Болезнь манифестировала в январе 2016 года, когда установлен диагноз местно распространенного рака простаты, гистологический 7 баллов по скале Грессона. Пациент предпочел пирургическое лечение на тот момент времени, в апреле 2016 года, выполнена расширенная лимфоденоктамия, простатоктамия. И, безусловно, мы хорошо, коллеги, понимаем, что это пациент в договоре высокого риска прогрессирования и требует соответствующих объемов при выполнении лимфодисекции, что, в общем-то, и было сделано этому больному. При гистологическом исследовании подтверждено наличие аденокарцинома в рестательной железе и наличие одного метастаза в 38 удаленных метапических узлов. Очень интересный анализ публиковал Туджер в 2018 году, когда показал, что даже больные, у которых мы выявляем метастазы в лимфатических узлах после простатоктамии и адекватно честно выполненной расширенной лимфоденоктамии могут быть оставлены под динамическим наблюдением без назначения дивантной гормональной терапии, то есть стандартной дивантной терапии, нуждающейся в назначении всем больным с наличием метастазов. И что же получили авторы этого исследования и авторы работы? Они получили данные, что при статификации больных на когорты в зависимости от количества метастазов, у тех больных, у которых мы выявляем один или два метастаза в лимфатических узлах, результаты выживаемости значимо лучше, и эти больные могут быть оставлены под наблюдением без дополнительного назначения немедленной дивантной гормональной терапии. Этим мы руководствовались также в своем исследовании, это было экспериментальное исследование на тот момент времени. Надо сказать, что это также не стандартно. По стандартам мы всем больным должны назначать гормональную терапию. Тем не менее, вы видите, что даже с наличием метастазов в лимфатологиях без гормонов пациент прожил без рецидива 13 месяцев более года. Однако биохимический рецидив был диагностирован в мае 2017 года, рост пуса до 8 десятых нанограмм на миллилитр. Здесь вы видите динамика по маркеру и выполнена ПЭТ-КТ. Согласно данным исследования, тогда выполнялась ПЭТ-КТ с холином, обнаружен единичный метастатический лимфоузел в бассейне общеподвздошной артерии слева. На тот момент мы также проводили активный набор в экспериментальную антогорку по проведению сальважных лимфодэнектомий. Была выполнена лимфодисекция, причем не только тазовая, но и параортальная. Я показываю с позже фотографии. Обнаружено метастатическое поражение не одного лимфоузла, а трех. И надо сказать, что именно чаще всего после таких расширенных лимфодисекций мы выявляем большее количество метастазов. И это говорит о том, что ПЭТ-КТ даже с холином и ПСМА не обладает должной чувствительностью для определения точного количества и локации метастазов. Это надо помнить, когда вы проводите метастазно-направленное лечение. Таким образом, в рамках протокола после сальважной лимфодисекционной пациент был оставлен по динамическим наблюдениям без гевантной терапии. И вы видите, через месяц после операции отмечены хорошие эффекты по маркеру снижения уровня ПСА до двух сотых. Это интероперационные картины данного пациента. Видите, обнаружение первичного лимфоузла метастатического, который был виден по данным ПЭТ-КТ. Он был удален. И в дальнейшем выполнились дуальная тазовая и параотальная лимфодисекционная. Этот объем лимфодисекции выполнялся всем пациентам в нашем исследовании. Всего было включено 58 больных. Я думаю, знакомы у многих из вас коллеги с этими данными. И вы видите, как сильно, как существенно снижался уровень ПСА у этих пациентов. Большинство больных, пускопроведенного, достаточно направленного хирургического лечения, имели ответ по маркеру и снижение ПСА, как правило, менее, более чем на 50% от исходных значений. И, да, действительно, были пациенты, как вы видите, в данном графике, у которых ПСА росы, которые не имели эффекта, сальважной лимфодиноптомии. И очень интересны те данные, что в большинстве случаев именно 40% пациентов имело количество метастазов 6 и более. И у 60% больных мы выявляли большее количество метастазов, чем выявляло перед операционным. Конечно же, факторы прогноза также были проанализированы. Очень важно играло значение количества метастазов, локализация метастазов, хуже жили больные с наличием параортальных метастазов, по данным ПТКТ, и плотность метастатического поражения. И наиболее важным, конечно, предъявлялся в ПСА после операции, через месяц после операции. Таким образом, больной, как я уже сказал, был оставлен под динамическим наблюдением. Безрецидивный период после спасительной лимфодиноптомии, несмотря на такое количество, лимфоузлок-3, напомню, составил фактически 2 года. 2 года пациент не получал никакой гормональной терапии. И, однако, к сожалению, прогрессия была диагностирована. Заболевание в мае 2019 года выявлено метастатическое поражение костей, 3 метастаза, так называемое олигиометастатическое прогрессирование. Вопрос, что делать с этим пациентом? И, конечно же, руководствуясь результатами исследования Арчис, которое, напомню, в том числе включало пациентов с олигометастатическим раком простаты, гормоночувствительным раком простаты, которых рандомизировали на коготу терапии анзолукамидом в комбинации с андроген-депривационной терапией. И группа сравнения включила пациентов, получавших АДТ в стандарте с плацебо. Это было плацебо-контролируемое исследование, но показало преимущество общей выживаемости комбинированной гормональной терапии с использованием анзолукамида и андроген-депривационной терапии. Как видите, на 34% снижался риск смерти от рака простаты. И более того, что очень было интересно, вне зависимости от объема метастатического поражения, анзолукамид имел преимущество. Видите, как в таготе больных с малым объемом метастатического поражения, так и с большой опухолевой нагрузкой. А напомню, в исследовании чарты ГОС и таксал имел преимущество только у больных с большой метастатической нагрузкой и увеличением общей продолжительности жизни. И как вы видите, вне зависимости от проведенного лечения, получал ли раньше пациент какое-то радикальное лечение или не получал, все равно назначение анзолукамида имело преимущество увеличения общей продолжительности жизни. И как вы видите, подгрупповой анализ больных не выявил никакой кагорты, которая бы не имела пользы раннего назначения анзолукамидов, в частности, в комбинации с АДТ. Поэтому, конечно же, обсудив эту ситуацию, мы приняли решение о назначении комбинированной гормональной терапии этому пациенту при выявлении фактов легентостатической прогрессии и назначили терапию аналогом ЛГРД с препаратом анзолукамид. Вы видите, в марте 2020 года, через 3 месяца уже после начала лечения, отмечен очень хороший ответ по ПСА. И сейчас, спустя 2,5 года после терапии, ПСА в нулевых значениях, неопределяемых значениях, пациент продолжает получать данную терапию. Ну что ж, коллеги, это у меня все, что я вам хотел сказать. Вот вопрос в чате, да, если позволите, я тогда зачитаю. Коллеги, простите, а можно резюмировать? Какие варианты метастазно-правленной терапии, при каких характеристиках пациентов влияют не только на продолжительность времени без системной терапии, но и на общую выживаемость? Спасибо, коллеги, очень интересный и актуальный вопрос. Но на самом деле, чтобы оценить влияние на общую выживаемость больных, нужно очень длительные сроки наблюдений. И, к сожалению, те исследования, которые сейчас идут, в том числе рандомизированные протоколы, пока не обладают таким длительным периодом наблюдений. Надо сказать, что пока есть данные о показателях безрецидивной выживаемости. В частности, я вам уже говорил о том, что динамика ПСА у больных гормоночувствительным раком простаты остается одним из наиболее важных маркеров. И об этом еще продемонстрировано было в исследовании СВОК. Но там, правда, гормональная терапия использовалась. Но, тем не менее, ПСА был важным предиктором эффективного лечения. И чем ниже снижался ПСА, тем, естественно, лучше были результаты ПСА безрецидивной и общей выживаемости. Поэтому, на мой взгляд, действительно динамика ПСА является основным предиктором выживаемости при наличии олигометастатического гормоночувствительного рака простаты. Другие маркеры, я думаю, надо исследовать, и они обязательно должны быть. В частности, какие-то генетические параметры. Но пока мы их не знаем. Еще один вопрос пришел. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, каковы правильные границы честной расширенной лимфоденоктомии? Латеральный край, генетический моральный нерв, нижний, вены, циркумфлексы. Тут спора вроде бы нет. Но по поводу медиальной, особенно верхней границы, деплокация орты, нижняя мезонтериальная артерия. Спасибо за вопрос. Мы в нашем центре честную лимфодисекцию трактуем как район верхней границы до деплокации орты с удалением пароортальных и прессакральных импотолекторов. Публика у нас оживилась. Это, конечно, хорошо, но очень мало у нас времени. Еще один вопрос пришел. Каков процент осложнений после расширенных лимфоденоктомий образования лимфодиск, длительности экземирования? Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. К сожалению, мало времени. Мы бы его тоже осветили. Но на основании результатов нашего центра после важного лимфоденоктомия в таких объемах, я напомню, тазовый пароортальный, согласно классификации Клавиен-Динда, мы не наблюдали выраженных осложнений. Это были, как правило, первой, второй степени. У одного больного было третье степень осложнений. И, конечно же, да, в основном это были лимфатические осложнения. Длительные лимфорей, это процентов 20, но лимфокисты значительно реже, не более 10%. Опять-таки, повторюсь, при методике так называемой экстраперитониальной диссекции, когда мы вскрываем брюшную полость и есть возможность лимфатической жидкости абсорбироваться брюшиной, риск таких осложнений существенно снижается. Ну, Владимир Васильевич, у вас очень сложная задача. Я вижу, вы уже нахмурили немного брови, но я очень вас прошу, расскажите все-таки ваш клинический опыт. Спасибо, Кирилл Михайлович. Понятно, что рак простата в своем развитии достигает метастатической фазы, метастатической болезни. И там могут использоваться метастазно-направленные терапии, помимо стандартных методов лечения. Об этом сегодня уже мы говорили. Очевидный факт, что невозможно вести речь в практической плоскости метастазно-направленной хирургии, не имея надлежащих методов медицинской визуализации. И, как вы уже заметили и показали в своем сообщении, на сегодняшний день преимущество имеет ПЭЦ-ПСМА, который мы тоже в своей практике использовали. Зависит эффективность выявления метастазов от уровня простатспецифического антигена после перенесенного ранее лечения. Чем выше уровень простатспецифического антигена, тем лучше диагностика. позволяет эта методика отобрать пациентов с ограниченным метастатическим поражением. Мы можем воздействовать на эти метастатические очаги, как уже было сказано, радиотерапевтическими методами спасительной хирургии. И назначение адювантного гормонального лечения улучшает несколько результатов лечения и снижает риск смерти от рака предстательной железы. И, конечно же, пока онкологическая ценность спасительной лимфодисекции остается неясной. исследованием было показано, что метастазно-направленная терапия увеличивает время до биохимического прогрессирования. Что же касается хирургических аспектов, то был хороший обзор по аналогии с обзором радиотерапевтическим. Были включены в этот обзор 27 исследований. Было показано, что пациенты с метастазами в лимфоузлах и кости, и внутренние органы имеют разный прогноз. Современная визуализация ранней метастазы позволяет раньше выявлять рецидив болезни. Цели понятны спасительной лимфодисекции. И в исследование в это включенное включались пациенты, в большинстве получившие ранее радикальную простатоктомию. Практически 25% по разным исследованиям пациентам не выполнялась лимфодисекция, что считаю важным. И среднее количество удаляемых лимфоузлов в ходе радикальной простатоктомии вообще было, на мой взгляд, относительно невелико. По результатам мы видим, что полный биохимический ответ после выполненной спасительной лимфодисекции колебался довольно в широких пределах, что заставляет тоже, в общем, задуматься. Выживаемость без биохимического прогрессирования тоже колебалась в широких пределах. Хотя общая пятилетняя выживаемость достигла практически 84%. Прогностическим факторам, которые могут говорить об эффективном использовании этого метода лечения, говорит количество позитивных лимфоузлов один или два после операции, полный ответ по ПСА и отсутствие метастазов в забрюшенных лимфатических узлах. Однако на сегодняшний день непонятно, какой должен быть биохимический ответ после спасительной операции, каков использовать необходимо оптимальный шаблон, либо это таргетный, либо односторонний, либо двусторонний. И, конечно, различается опыт крупных клиник и центров с малым количеством хирургических наблюдений и влияет на трактовку результатов и отсутствие единого такого стандарта патоморфологического исследования. Наш опыт очень скромный. Это метастаз направленное лечение у восьми пациентов, спасительная лимфодисекция у семи пациентов и метастазоктомия, лапароскопическая адреналоктомия слева, это один пациент. Ну, пациенты все представлены здесь, их характеристики я коротко расскажу. Первый был пациент у нас, который получил в 14 октября 2014 года радикальную простатоктомию по поводу локализованного рака с довольно благоприятными прогностическими признаками, с низким глиссоном, невысоким уровнем ПСА, у которого выживаемость без прогрессирования составила биохимического 39 месяцев. Мы ожидали в то время появления у нас ПЭТ с ПСМА, с галием, и это исследование было выполнено на цифре уже 5,3, где был выявлен одиночный внутренний подвздошный лимфоузел. В апреле 2019 года была выполнена спасительная тазовая лимфодисекция, она выполнялась как таргетная лимфодисекция, было удалено 10 лимфатических узлов, результат был обескураживающим, ПСА был после операции 6,5, отсутствовали метастазы, пациент получил андроген-депривационную терапию в течение двух лет со стойким снижением уровня ПСА, и эта терапия была отменена в последующем. Год он находился без лекарственной терапии, и на цифре 1,7 ПСА ему 5 сентября этого года на контрольный ОПЭД, и результаты его покажу чуть ниже. Пациент с более агрессивным раком предстательной железы, местно распространенный, получил радикальную простатэктомию, садювантной мучевой терапией и андроген-депривационной терапией 24 месяца, как на тот момент соответствует стандарту. 43 месяца составило выживаемость без биохимического прогрессирования на уровне простатспецифического антигена 70-х. Пациенту выполнилось ПЭД, выявлено два пара артальных узла, выполнена забрюшинная лимфоденектомия, 18 лимфоузлов удалено, в силу 7 обнаружены метастазы, этот пациент хорошо снизил уровень ПСА, но тем не менее, учитывая, что 7 метастазов мы сочли необходимую назначенную андроген-депривационную терапию, он ее получал в течение 15 месяцев, затем в связи с повышением уровня ПСА ему было выполнено контрольное ПЭД, где были визуализированы вновь возникшие очереди в забрюшинных лимфатических узлах, а уже назначена комбинированная андрогенная блокада с использованием энзолутамида. Сейчас у этого пациента низкие цифры ПСА, он не прогрессирует. Таким образом, метастатический костроприфракторный рак. Если у нас мало времени, я остановлюсь тогда на самых таких, может быть, более интересных случаях. Пациент 59-го года рождения, пациент с метастатическим раком предстательной железы, этот пациент получил неадювантную химиогормонтерапию с выполнением в последующем циторедуктивной простатоктомии, получил лучевую терапию в связи с позитивным хирургическим краем 66 грей и кастрационную терапию 24 месяца. Выживаемость без прогрессирования стоила 47 месяцев на уровне ПСА 0,9. Пациенту выполнен ПЭТ с ПСМА, был выявлен одиночный лимфатический узел, СУВ-21, выполнена была забрешенная лимфоденоктомия, удалено 20 лимфоузлов, 7 метастазов. ПСА составил после операции 1,6, то есть нет негативации. Пациенту была назначена комбинированная антрогенная блокада, кастрационный плюсензовутамид. Сейчас пациент с низкими цифрами ПСА в ремиссии. Было двое пациентов. Пациенты здесь, если 5 человек были достаточно молодые все пациенты, то последних 2 пациента это были возрастные мужчины. Это пациенты все-таки уже с кастротрефрактерным раком, получившие предшествующие один пациент хирургическое лечение не в сторонней клинике, не в нашем учреждении, в последующем после операции он получил лучевую терапию в связи с позитивным хирургическим краем, 70 грей, комбинированную блокаду, орхеоэктомию, энзовутамид, доцитоксел. И 18 месяцев у него всего была выживаемость без прогрессирования на уровне ПСА 1,0. Пациенту было выполнено ПЭТ-КТ, где были визуализированы два ортоковальных лимфатических узла. Пациенту была выполнена забрюшинная лимфоденектомия. В данном случае это, по сути, было таргетное выполнение лимфатических узлов в силу возраста. И еще было одно соображение для получения морфологии, поскольку мы не могли уже использовать его предшествующий материал после простатоктомии для последующего определения HRR-мутаций выполнена была операция. ПСА у этого пациента не снизился после операции, вырос до 7. Была определена мутация в генах HRR, и пациенту был назначен лапарит. Сейчас у пациента стабилизация по визуализационной методикам, ну и по ПСА. Второй пациент получил интерстациальную брахитерапию в 2006 году. Это была низкомышностная брахитерапия с йодом. Индекс глиссона и ПСА был его неизвестен. Он получал андроген-депривационную терапию с 2008 года в связи с биохимическим рецидивом. У этого пациента был диагностирован кастрат-рефракторный рак на уровне ПСА 6,1 выполнен ТОПЭД. Был выявлен метастаз одиночный в левом надпочечнике. Это октябрь 2020 года была выполнена пароскопическая адреналоктомия. ПСА снизился у этого пациента после операции до 0,3. Этот пациент получал андроген-депривационную терапию после операции. Сейчас ПСА у этого пациента составляет 0,1. Мы его наблюдаем. Ну вот первый пример. Первый пациент, которого мы визуализили, первый пациент, кому был выполнен ПЭД с галлием и определили метастатические узлы внутренние подвздошные и мы выполнили таргетное удаление этих лимфатических узлов, у которого не снизился ПСА. У этого пациента при пересмотре это все-таки оказались мезоректальные верхние прямокишечные лимфоузлы. В этой зоне мы не удаляли лимфатические узлы, поэтому, собственно говоря, таков результат. И сейчас вот у него буквально три дня назад выполненный ПЭД выявило появление одиночного левоподвздошного лимфоузла. Пациент, получивший неодювантную химиогормонтерапию, это пациент с распространенной болезнью, у него был 11-сантиметровый конгломерат в забрюшином пространстве, который полностью регрессировал после проведенных шести курсов доцитоксела с комбинацией с андрогенной депривацией. У этого пациента по ПЭД был выявлен параортальный одиночный лимфоузел, удалили 20 лимфатических узлов, 7 метастазов, нормализации ПСА была не достигла. Еще один пациент, пациент мы выполняли, о нем я не сказал, пациенту мы выполняли забрюшинную лимфоденектомию после ранее перенесенного хирургического лечения. У нас локализованный рак, прогрессирование по ПСА, выявили по ПЭД один лимфатический узел, удалили достаточное количество лимфоузлов, у этого пациента не оказалось метастатической болезни, уровень ПСА остался без изменений, также выполняли ПЭД в связи с ростом ПСА, нам был предоставлен такой результат как одиночный аортоковальный лимфатический узел, мы выполняли забрешенную лимфодисекцию, уже удаляли не таргетно, а уже систематически удаляли лимфатические узлы, убрали 40 лимфатических узлов, не было обнаружено метастазов, в последующем у этого пациента при контрольной ПЭД выявлено появление парабектальных лимфатических узлов. В общем-то это говорит о том, наверное, выводы здесь делать сложно, но я бы хотел сказать, что и ПЭД и хирургия, которую мы используем, она требует, во-первых, такой более тесной коллаборации лучевого диагноста и онкохирурга, ну и совершенствования, собственно говоря, хирургических подходов. Спасибо, Владимир Остапович, очень интересные клинические наблюдения, но, Владимир Остапович, вот на мой взгляд, вы все-таки со мной, наверное, согласитесь, если я скажу, что все-таки должен быть тщательный отбор больных, которым мы применяем метастазно-направленное лечение. И вот те случаи, которые вы демонстрировали, у вас же, наверное, тоже есть свой опыт, когда вы видите, что нет успеха от той хирургии, которую вы сделаете. И вот, на мой взгляд, если все-таки планировать хирургическое лечение, хирургическим метастазно-направленным терапией, с точки зрения хирургии, здесь отбор больных играет критически важную роль. На мой взгляд, если так вот подытожить весь концепт, на мой взгляд, если мы планируем метастазно-направленную хирургию, это должны быть больные только сверху узлами, при этом тазовая локализация этих лимфоузлов, и при этом уровень ПСА должен, на мой взгляд, не превышать 4-5 нанограмм, но это уже максимум, естественно, чем ниже, тем лучше, 5 нанограмм на миллилитр. И, конечно же, ПЭТ-КТ, ПЭТ-КТ, опять-таки, повторюсь, даже СМА, вот, по моему мнению, обладает очень низкой пока чувствительностью, потому что мы видим много микрометастазов, мы не можем с помощью ПЭТ-КТ выявлять эти микрометастазы, и удалив только таргет на очаги, мы рискуем привести пациента к неэффективности к хирургической метастазно-правлению терапии. Поэтому, если планируем метастазно-правленную хирургию, это только экстендер, расширенная хирургия. Как вы считаете? Я соглашусь, что, во-первых, безусловно, таргетное удаление лимфатических узлов не дает того эффекта. И вообще, при сравнении данных ПЭТ и результатов хирургии, мы видим, что, безусловно, ПЭТ, конечно, не предоставляет всю информацию по метастатическим лимфатическим узлам. Соответственно, мы должны расширять безусловно зоны. Но вот за дефицитом времени я просто не остановился на тех исследованиях, в этом обзорной статье приводились данные, на мой взгляд, очень важные, в том плане, что те центры, которые использовали как тазовую лимфодисекцию, так и запрешенную лимфодисекцию, имели лучшие результаты, нежели центры, которые использовали ограниченную назовем так же, одностороннюю или таргетные шаблоны. Если мы решаемся на проведение такого рода хирургии, мы должны быть готовы, чтобы удалить большее количество лимфоузлов. лимфодисекцию, я хотел бы сказать, что у нас очень маленький, конечно, безусловно, опыт, делать выводы нельзя, но мы не встретили, по крайней мере, после простатоктомии, которую мы у себя выполняли, рецидивов в тазу. Мы видели все-таки чаще, это забрюшинные лимфатические узлы, тазовые лимфоузлы, вернее, той зон, которых мы включаем в лимфодисекцию, мы не находили там рецидивов. Поэтому, может быть, те центры, которые включали красотазовые лимфатические узлы, показывали, что там редко, ну, то есть, до 23% людям не выполнялись лимфодисекции в ходе простатоктомии. Соответственно, они были вынуждены делать лимфодисекции как в тазу, так и в забрюшинном пространстве. В этом, да, мы должны, одним словом, выполнять эту лимфодисекцию все равно широко, поскольку у нас нет на сегодняшний день того метода, который позволил очень бы точно определить все, именно все метастатические лимфоузлы. А в отношении адювантной терапии я не могу сказать, то есть, я, по крайней мере, пока не готов не дать этим пациентам лекарственную терапию. Честно скажу, ну, внутренне. Потому что, если мы видим обширное поражение забрюшинных лимфоузлов, наверное, все-таки одной хирургии будет маловато этим пациентам, все-таки это системная болезнь, которую мы пытаемся лечить хирургически. Спасибо, Владимир Астапович, полностью с вами согласен. Еще один вопрос из чата. Владимир Астапович видел ваши публикации об опыте радикальной простатоктомии при метастатическом раке предстательной железы. Пользуясь случаем, хочу узнать у вас с ваших коллег, какое место вы видите для простатоктомии при метастатическом РПЖ. Видите ли будущее для рутинного такого подхода? Владимир Астапович, если позволите, я за вас отвечу на этот вопрос. Я надеюсь, вы не обидитесь на меня. Спасибо, Владимир Астапович. Ну, вопрос очень интересный и мое мнение, я думаю, что мнение Владимира Астаповича с моим мнением совпадет, но если нет, Владимир Астапович скажет свое мнение. Если мы планируем лечение хирургическое или лучевое у больного олигометастатическим первичным процессом и хирургическое лечение особенно, это должно быть исключительно в рамках мультимодального подхода. То есть, это обязательно неодевантная и одевантная лекарственная терапия. И мы тоже занимались этими методами, я думаю, что многие из вас знают о наших результатах и у нас были пациенты не только с лимфогенными, но и с костными очагами. И вот третьим этапом как раз помощь лучевых терапевтов, наших многоуважаемых, о чем Едва сильно прекрасно показала в своей презентации, когда есть возможность облучить костные очаги, мы же как хирурги костные очаги не можем отрезать. Ну, можем, конечно, но это будет очень травматично. Имеет ли смысл, это вряд ли. А вот лучевая терапия в этом плане можно применять. Станет ли это рутинным подходом? Ну, жизнь покажет, но мое исключительное убеждение в том плане, что олигометастатическим больным, гормоночувствительным, олигометастатическим пациентам мы, наверное, когда-нибудь пройдем к комбинированию, комбинации использования методик метастазонаправленной терапии, как хирургического, так и лучевого действия, ну, естественно, в рамках комбинации с системным лекарством. терапии, и, на мой взгляд, это будет приносить существенную пользу в виде увеличения основного показателя, за которым мы боремся, это общая вызываемость базы. Пока, еще раз говорю, пока данных мало, методики экспериментальные, коллеги, не делайте это рутинно, я вас призываю к этому, а если вы хотите принять участие в исследованиях, пожалуйста, давайте коллаборироваться, объединять данные, усилия работы центров и делать какие-то научные публикации, статьи, исследования, на мой взгляд, это очень интересно и актуально. Ну, коллеги, я благодарю всех, большое спасибо участникам сегодняшней дискуссии, Иосиф Нагубинец, Телевна Ставчмагер и Александр Бирюков, который вот уже мчится куда-то на поезде, я знаю. Большое спасибо Роу за организацию данного мероприятия, за возможность встретиться, пообщаться и общаться в актуальных моментах. Спасибо, коллеги. Большое спасибо. Большое спасибо. Всего доброго всем. Редактор субтитров А.Семкин